Есть сенсор казновидный стеклебол. А какой? Белый, белый с фунзутом, с пармезаном. Тот случай, когда можно совместить приятное с полезным. И сюжет снять, и пообедать. Иван Попов рассказывает, опыт работы в трудовых отрядах главы города есть. Два года наводил порядок на улицах Нового Уренгуа. Этим летом молодому человеку захотелось изучить профессию повара. Говорит, есть о чем задуматься. Это опыт жизни тоже. Ты понимаешь, насколько сложна работа уборщика, например. Общий пит. Ты понимаешь, насколько сложно людям коммуницировать. Берем салфетку и протираем. И в этой кофейне почти весь персонал подростковых трудовых отрядов. Учатся отличать лат от капучино и наводить идеальную чистоту в залах. Хорошая муниципальная программа, я считаю. Это возможность, чтобы молодые ребята себя как-то проявили в работе. Стали какими-то младшими специалистами изначально, которых у нас в городе не хватает. В этом году для подростков открыто рекордное число вакансий – 650. Каждый может выбрать подходящую для себя. Зарплата – около 40 тысяч рублей. Рабочие места предоставляют в том числе индивидуальные предприниматели. Ежегодно для предоставления рабочих мест несовершеннолетним проводится конкурс на предоставление субсидий на возмещение затрат, на которые работодатели подают заявки. Для мобильных стеллажей выходят два проема всего. Если бы стационарные были, то по 75 сантиметров между каждым стеллажем. А это городской архив. Здесь хранятся важнейшие документы с полувековой историей. Здесь люди подтверждать могут стаж, заработную плату и так далее, справки для оформления пенсии, скажем так, в основном. Для оцифровки архива привлекли молодежь. Конечно, каждый документ после перепроверят специалисты. Работа с документами, она всегда будет полезной. То есть умение само обращения с компьютером и умение вносить данные с документов и так далее. Я думаю, что это может мне привлечься в будущем. Каждому, кто решит присоединиться к трудовым отрядам, необходимо получить разрешение от родителей и пройти медкомиссию. Прием заявок на третью смену для льготной категории стартует с 4 июля. А для всех остальных – с 5 июля. Виктория Воронецкая, Иван Гавриленко, Александр Доронин. Время Ямала. Новую Рингуэй.